Рассмотрим выборку данных из базы. Для того, чтобы использовать какую-то конкретную базу данных, необходимо использовать ключевое слово USE и имя этой базы. В случае, если вы этого не сделаете, вы увидите ошибку, никакая база сейчас не используется. Итак, нашим первым примером будет база платежной системы. В ней мы рассмотрим основную ее таблицу, платежи, которая, собственно, будет хранить следующие атрибуты. Email, отправители и email-получатели. Это примеры уникальных идентификаторов пользователей системы, которые позволяют узнать, кто и кому отправил деньги. Также важными полями являются сумма, валюта и дата платежа. Опционально отправитель может оставить комментарий к платежу. Выборка производится с помощью команды Select. Select, звездочка, from, имя таблицы, означает выбрать все поля из данной таблицы и отобразить их в результатах выборки. Сейчас мы видим результаты выборки всех полей. Здесь указаны все наши атрибуты, и также мы видим список картежей, которые есть в данной таблице. Попробуем выбрать конкретные поля. Например, только email-отправителя и сумму. С помощью ключевого слова Wear мы можем также указывать условия для выборки запросов. То есть мы с помощью команды Wear можем вернуть только картежи, удовлетворяющие определенному условию, которое мы укажем. В данном случае мы выбрали только строки, у которых сумма больше 900. Условия можно комбинировать. Например, мы можем выбрать записи, у которых сумма больше 900, и валюта швейцарские франки. Таких записей нашлось две. Если мы хотим указать несколько вариантов значений для атрибута, то мы можем их сделать с помощью конструкции in, и указав список возможных значений для нашей выборки. Мы выбрали все операции, у которых валюта швейцарские франки или британские фунты, и сумма больше 900. Аналогично, добавив в конструкцию слово NOTE, мы можем выбрать все записи, для которых значение валюты не равно указанным. Мы получили валюты, которые не находятся в нашем списке. Субтитры создавал DimaTorzok